Доброго здоровья, дорогие братья и сестры! Приближается великий праздник Крещения Господня, который еще называется Богоявлением. Хотелось бы сказать несколько слов об этом празднике. Праздник Крещения Господня – один из главных праздников христианского года, один из первых вообще христианских праздников. Он отмечается прекрасными, глубокими по смыслу богослужениями, и водоосвящением. Почему этот праздник называется Богоявлением? На этот вопрос дает ответ святой Иоанн Златоуст. Потому что Христос сделался известным для всех не тогда, когда Он родился, но когда крестился. До этого дня Он не был известен народу. При греческом патриархе Фотии у принявших христианство бывших язычников еще существовал обычай каждого первого числа месяца. Они раскладывали около своих дворов костер и перепрыгивали его, так как некоторые новообращенные в христианство придерживались языческих суеверий и верили, что это перескакивание очищает человека и дает ему здоровье на месяц. Чтобы уничтожить такой языческий обычай, патриарх Фотия сделал распоряжение каждого первого числа месяца совершать освящение воды и окроплять верующих. Это мало-помалу отучало христиан, новообращенных от их языческого обычая. В праздник Крещения Господня совершается два водоосвящения, что опять-таки связано с установлением патриарха Фотия, который постановил, чтобы в январе месяце вместо первого числа совершать освящение воды на самый праздник Богоявления. Кроме уже положенного по уставу освящения большой воды накануне Богоявления, то есть 5-го, 18-го, ну по-новому 18-го января. Таким образом, установлен был обычай совершать освящение воды первого числа каждого месяца, за исключением января, когда освящение совершалось 6-го числа по-старому, то есть 19-го января, и февраля, там 2-го числа, то есть 15-го на праздник Сретения Господня. Отсюда ясно, что 18 января освящается большая вода, а вода, освященная 19 января, имеет силу ту же, что и вода, освященная 1 августа, то есть ею мы пользуемся круглогодично. Такие же разъяснения по поводу Богоявленской воды Великой Агиасмы имеются в древних церковных уставах сочинениях святых отцов и древних христианских писателей святого Киприяна, Тертулиана, святого Епифания, святого Василия Великого и других. В русской церкви до 12-го века обычаи второго освящения воды на утро Богоявления отсутствовал. Этот обычай, дорогие, прижился лишь после того, как в церквях получил распространение Иерусалимский Богослужебный устав. Из всего вышесказанного становится ясно, что освящение Великой Агиасмы святой Богоявленской воды происходит только один раз в году. Как пользоваться святой водой, которая освящается в Сочельник 18 января и называется Большой Богоявленской водой? Как уже было сказано, она освящается один раз, и о ней сказано, что всякий христианин, независимо от своих грехов, в течение трех часов после освящения воды должен причаститься ею сам и осветить все предметы у себя в доме, сарае и так далее. Если кто-либо не успеет в течение трех часов добраться домой, то в виде исключения он имеет право выполнить вы же указанное священодействие в течение одного часа после прибытия домой. Уже вечером в тот же день Великая Святая Вода становится неприкосновенной, и только священник имеет право причащать ею тех, кто по какой-либо причине лишен святого причастия. По истечении указанного времени Великую Воду употреблять для каких-либо нужд церковный устав мирянам строго запрещает. Более того, при случайном ее пролитии место то, как и при пролитии причастия, выжигается и вырубается, и в непроходимые места полагается. Об этом сказано в уставе Святой Церкви. После совершения Великого Вода освящения 18-го числа каждый христианин, придя домой, должен стать перед святыми иконами, помолившись три поклона с молитвой Божьей милостив, затем глаголит за молитв святых Отец наших «Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй нас! Аминь!» «Три святое» полностью читает, и после «Отчинаш» молитву Иисусову, и затем с пением или с чтением тропаря «Во Иордане крещающийся Господи» совершает окропление всего дома. Применение святой освященной воды малым чином в повседневной жизни православного христианина достаточно многоразлично. Это я уже говорю о той воде, которая будет освящена 19-го числа. К примеру, ее употребляют натощак или после вкушения просфоры в небольших количествах, а также и для освящения, например, посуды. Нельзя забывать, что освященная вода – это церковная святыня, с которой соприкоснулись благодать Божия. И которая требует к себе благоговейного отношения. Святую воду принято употреблять с молитвой, хотя и желательно из благоговейник святыни принимать богоявленскую воду натощак, но по особой нужде, в помощи Божией, при недугах, при болезнях, при нападении злых сил пить ее можно и нужно, не колеблясь в любое время. При благоговейном отношении святая вода остается свежей и приятной на вкус долгое время. Хранить ее следует в отдельном месте, желательно в стеклянной посуде, лучше рядом с домашним иконостасом. При необходимости святую воду всегда можно разбавить свежей водой с пением тропаря в Айордане, кричащейся Господи. При этом следует помнить, что нужно вливать освященную воду в простую, а не наоборот. В последнее время, дорогие, получило распространение купания крещенской в проруби. Надо сказать, что это совсем не христианские обычаи. Во-первых, это противоречит Евангелию. Кто-то говорит, что благодатная сила освященной воды не дает случиться ничему плохому, следовать подобному утверждению равнозначен тому, что требовать от Бога чудо. Кто-то скажет, что в этом плохого. Чтобы получить ответ, вновь обратимся к Евангелию. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение, то есть чудо». Но он сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему». Во-вторых, купание в освященной воде противоречит благоговейному отношению к великой святыне. К освященной воде христиане с древних времен имеют великое благоговение, а священная вода православной церковью называется агиасмой, то есть святыню. Эту святыню церковь употребляет для окрепления храмов, жилищ и назначает пить ее тем, кое не могут быть допущены до святого причащения. В настоящее время проруби для купания часто прорубаются в виде креста. Напомним, в церкви христовой считается недопустимым наступать на изображение креста. В-третьих, крещенское купание – это, ну, в какой-то мере, рассадник суеверия. Купаются в большинстве своем те, кто дни своей жизни проводит в греховных развлечениях, суеверно приписывая этому купанию очистительную силу от грехов. Очистительная сила от грехов, водная, бывает один раз в жизни в таинстве крещения, когда человек принимает святое крещение, и об этом сказано в символе веры. Веруй воедино крещение, во оставление грехов. А в другие случаи и в течение всей своей жизни человек очищается от грехов через другое таинство, через таинство покаяния. Поэтому купание в прорубях не имеет ничего общего с крестьянскими традициями. Вот, дорогие, всем вам желаю мира. Приходите помолиться, относитесь ко святой воде с благоговением, как ко святыне. И тогда Господь вне зависимости от количества этой воды, Он осветит вас благодатью по вере вашей. Простите Христа ради и вас Бог простит. Продолжение следует...